Всем привет, друзья! На связи Пионер. Это трейлер новых весенних обновлений, которые мы сделали к вайпу. А теперь по порядку. Начнем с самого важного. Античит. Вообще, я не должен был включать его в этот список. Ведь античит обновляется и дорабатывается каждый день на протяжении всего вайпа. Мы постоянно стараемся его улучшать и фиксить новые обходы читов. Но античит не позволит нам бороться с читами максимально эффективно. Так как игроки могут легко зарегистрировать новый аккаунт и продолжить читерить. Как раз таки против таких аккаунтов мы создали анархий с пропуском. Кстати о них. Премиум анархии. Мы удаляем их в том виде, в котором вы привыкли их видеть. Теперь премки станут частью обычных анархий и будут точно разбросаны. Например, премиумом станет 101, 102, 107, 201, 202 и так далее анархии. Премки доказали свою эффективность. Читеров там в сотни раз меньше, чем на обычных анархиях. При этом я понимаю, что к сожалению, немногие из вас могут их себе позволить. Для этого мы переходим в новое обновление. Бесплатные пропуски. Мы решили единоразово раздать пропуски всем игрокам, у которых наиграно 20 часов и привязана страница вконтакте. Или же игрокам, у которых наиграно больше 50 часов и они хоть раз входили за последние 3 месяца. Из-за этого решения, конечно, на премках появится куча читеров. Но я надеюсь, что мы их быстро всех перебаним. Новые репорты. Мы изменили механику репутации игроков. Теперь модераторам будет проще ориентироваться в списках репортов. Ну и вам теперь придется дорожить своей репутацией, чтобы ваши репорты действительно влияли на жалобу. А еще по команде репорт шоу теперь можно увидеть ники всех инвизов округ, чтобы можно было отправить на игрока репорт. Явная пыль. Теперь при использовании явной пыли она не только выдает свечение, но и снимает инвизку на несколько секунд со всех игроков округ. Это тоже может быть полезно, чтобы отправить на игрока репорт. Ну или же просто просканить здоровье игрока во время пвп. Поговорим о ивентах. Мы полностью переделали ивенты. Теперь в каждом нашем ивенте есть уровень лута в нем. А также мы вернули обычный уровень лута как в Мистики, так и в другие наши ивенты. Если вдруг вы забыли, насколько ценный лут скрывается за названием, то можно просто на него навестись и мы покажем звездочками ценность лута в нем. Также у Маяка Убийцы мы убрали фазу до открытия сундуков. Это означает, что сразу после активации сундуки будут открыты. Новый ивент Вулкан. Спавнится как всегда рандомно, а при активации из жерла вылетают горящие ресурсы в разные стороны. У игроков есть немного времени их слутать до тех пор, пока они окончательно не сгорят. Поэтому побегать придется знатно. Казино. На спавне появилась интересная локация, в которой можно сыграть в наше новое казино. Сначала мы выбираем валюту, в которой могут быть алмазы, незер слитки, серебро или даже монеты. На данный момент у нас есть несколько типов игр. Алмазная рулетка. Ставим ставку, запускаем игру и в зависимости от того, на каком множителе остановилась рулетка, получаем награду. Лошадиные скачки. Выбираем лошадь. Запускаем игру и в зависимости от места лошади, мы получаем награду. Кладоискатель. В этой игре нужно искать клад. Под каждым блоком песка шифруется либо награда, либо пустышка, либо динамит. Чем больше получится выкопать наград не подорвавшись, тем больше можно будет забрать награды. Кстати, эту игру можно остановить в любой момент и забрать приз. Скупщик. Мы снова переделали некоторые цены скупщика. Но и на ценах не остановились, добавив новую категорию скупщика мобов. Теперь ресурсы мобов можно также сдавать скупщику, поэтому строить формилки еще выгоднее. Прочее исправление. Расскажу о самом важном. Стрелы на левитацию были убраны. Алмазную броню теперь можно зачаровать максимум на защиту 4. Имбовый скилл на критический удар с лука был убран. Изменили крафт огненного смерча. Добавили новый стакер зелий, при помощи которого зелий можно стакать прямо в инвентаре и наконец-то складывать в жалкера. Теперь мегабульдозер не будет работать на спавне. Всем спасибо за внимание. До встречи на вайпе. Субтитры создавал DimaTorzok